Телекомпания ВИД представляет Телекомпания ВИД, в которой я близко познакомился с добродушным семейством гепардов. Они взяли меня в плотное дружеское окружение и при этом почему-то все время облизывались, хотя в нашей группе были и более аппетитные объекты. А затем я попал в плен к миролюбивым морским котикам, которые атаковали наш прогулочный катер. Я пытался безуспешно подружиться с этой грациозной кошкой, а также осваивал мастер-класс езды по дюнам знаменитой пустыни Намиб. В прошлой серии мы с вами расстались в акванариуме курортного городка Свакапмунда, что находится на побережье Атлантики. Вот сюда мы и вернемся. Здесь водятся ручные, очень ласковые морские черепахи и проплывающие под ними красавицы акулы, скаты, морские звезды и фантастической красы кораллы. И прочая морская живность, обитающая в прибережных водах Атлантического океана. Все это с любопытством таращилось на нас, поскольку русские туристы здесь в диковинку, и они еще не лакомились этим экзотическим блюдом. Здесь же на набережной Свакапмунда, простите за выражение, обитают еще одни друзья человека. Этого одного человека зовут Дроздов Николай Николаевич, потому что кроме него ни у кого больше эта ползучая гадость не вызывает искреннего умиления. В местном террариуме живут уникальные существа, например, плюющие змеи, которые одним плевком, в лучшем случае, убивают человека, а в худшем приводят вот к таким травмам. Но встретиться с этой змеюкой – это большая удача для Николая Николаевича. Я же тяготею к кошачьим, то есть кошечкам и котикам, морским. На встречу с ними мы отправились к заливу. Я и не знал, что второе название фламинго – красный гусь. Их своеобразный клюв устроен как цедильный аппарат, через который процеживается вода и ил, но задерживается мелкая живность, которой они и питаются. Полюбовавшись на этих куриц, ходящих на проволочных костыликах, мы отправились на морскую экскурсию навстречу обещанным котикам. Первое, что я увидел – два сухогруза, нежно примкнувших друг к другу. Один носил имя любимой женщины, а второй был назван в честь Бориса Моисеева. Странное соединение, к чему бы это? Неожиданно с обоих бортов нас атаковали две торпеды. Мы увеличили скорость, но они не отставали. Мы попытались отбиться от них рыбой, которой запас все водило нашего катера, и стали швырять ее в эти неустрашимые скоростные снаряды. Но они хватали ее на лету и продолжали свой стремительный полет. Какое-то чудо. А затем к нему присоединилась пара дельфинов. А чудо само влезло к нам на палубу. Сначала одно, а затем и второе. Очень симпатичное. Но слева это я не перепутать. Котики появили себя довольно безостенчиво. Они уселись на наши сиденья, требуя как рекетира от Купнова. К слову сказать, южные морские котики часто совершают очень дальние путешествия. В период размножения они собираются в огромные стада и движутся к берегам. Их колония достигает ста тысяч особей. И то место, куда мы с вами попадем, будет единственным, где они выходят на берег для любви. А сейчас они посчитали, видимо, что любовь они получат здесь, на нашем борту. Мы, кстати, на этой экскурсии оказались вместе с группой туристов из Братской Польши. Странно. Все-таки поездка в Южную Африку довольно дорогое удовольствие. И откуда у них гроши? По виду это были не как не новые полики, а слегка подержанные. Мы уже и сами были не рады, что связались с ними. С котиками, я имею в виду. Тем более, что вели они себя совершенно без церемонии. Вот нашему Леониду все штаны испортили. Итак, с мокрыми штанами мы отправились в дюнный знаменитый пустыни Намбии. Она простирается на 2100 километров вдоль Атлантического побережья. Это самая древняя пустыня в мире. Ей 7 миллионов лет. Берег скелетов. Пески здесь постоянно движутся, то открывают, то вновь обнажают человеческие кости и останки давно пропавших кораблей, выброшенных на этот зловещий берег. Мы же покоряли эти легендарные дюны. Кстати, самые большие дюны на свете, высотой более 300 метров, на мотобайках. Даже не подозревая, что лежащие под дюнами древние пласты гравия скрывают от нас драгоценнейший в мире клад, крупнейшее месторождение алмазов. Ровно миллион лет назад... Эта дата, кстати, будет торжественно отмечаться всеми жителями пустыни в воскресенье. Через три недели, как раз когда вы приедете сюда. Так вот, ровно миллион лет назад воды реки Оранжевой несли к морю огромные массы гравия в перемешку с алмазами. Гравий ложился на морское дно, а сверкающие алмазы уносило морским течением вот в эти края. Под этими дюнами они теперь и хранятся. Если бы мы знали, что у нас под ногами, мы бы не любовались закатом, а копали бы, копали, копали. Шведский исследователь Чарльз Андерсон, увидевший эти края в 1850 году, воскликнул специально для нашей передачи. Трудно найти на свете место, которое бы в большей степени отвечало бы нашим представлениям об аде. Бедный Чарльз, это он не был у нас в Нижнем Козельске. Дух бесконечного одиночества, витающий над этой необъятной пустыней, не заставил меня содрогнуться. Даже смерть была бы предпочтительнее изгнания в этот край. Так написал этот швед. А спустя 150 лет туристы готовы платить немеренные деньги, лишь бы оказаться в этих местах, отнесенных ЮНЕСКО, к величайшим чудесам света. На следующий день после этого увлекательного путешествия мы отправились в национальный парк, где нас поджидало главное чудо. Это был сюрприз со стороны организаторов нашей поездки. Те из вас, кто последует по нашему маршруту, смогут испытать его на себе. Я до сих пор нахожусь под его впечатлением и говорю это без всякого лукавства. И это сафари стало самым, пожалуй, ярким воспоминанием от поездки в Намибию, поскольку нам посчастливилось очень близко пообщаться с гепардами. Наш драйвер из местных запасся мясом бабуинов, которым он угощал вот этих замечательных кошек. Они отличаются от всех остальных кошачьих тем, что у них нефтяжные когти. Это единственные крупные кошки, которые, находясь в хорошем расположении духа, мурлычат, как обычные мурки. Вы, конечно, знаете, что эти мурки самые быстроногие в мире. Они достигают скорости до 120 км в час, но лишь на короткой дистанции. Глядя на нашего экскурсовода, я тоже вышел из машины. Это совсем не опасно, но меня, надо признаться, все же несколько смущало то, что эта котяра, стоящая сзади, справа, все время как-то полтоядно облизывалась. И вот здесь-то я вспомнил, что гепард, как и все кошачьи, подкрадывается к жертве сзади и совершает затем стремительный бросок. Но уж, когда вторая мурка зашла сзади слева, то мне стало, в общем, совсем не по себе. Я мало струсил и вернулся к машине. Хотя, надо сказать, что наш жип на самом деле не представлял никакой защиты. Он же ведь абсолютно открытый. А второе чудо – это встреча с леопардом. Наш Гаврила привязал вырезку из бабуина к ветке. И тотчас появился котик. Ну, то, что это был котик, а не кошка, вы убедитесь сами. Для начала он на нас рыкнул. И я понял, что он, в отличие от гепардов, никаких мурлыканий и почесываний за ушком не допустит. Вообще, чтобы вы знали, леопарды или пантеры, если он черного цвета, значит, это пантера, кормятся птицами, ящерицами и млекопитающими величиной сосла. То есть нами, туристами. Ну, еще в такие клыки. Ну, вот видите, я же говорил, что он котик. Сожрав вырезку и, очевидно, не наевшись, он угрожающе направился к нам. Наш Гаврила успел кинуть ему очередной деликатес и отвлек морзика от наших тушек. Но киса оказался, вернее, оказался прожорливым. А сейчас вы увидите уникальный кадр. С дуру я спустил ноги с подножки, дверей тут же бы нет, и решил со штатива снять хороший крупный план. И поднял с земли упавший кусок мяса. И в ту же секунду произошла атака. Вот этот момент. Русских туристов в Намибии принимает Сергей, наш соотечественник. Последний день он пригласил нас на ужин домой. И я подумал, что вам будет интересно посмотреть, как живут наши в Южной Африке. А это дом его коллеги из ЮАР, Олега. Он живет побогаче, поскольку ЮАР более богатая страна, чем Намибия. У Олега дом из трех гостиных и четырех спален. И три дочери. Это вот старшая дочка с подружкой. А черненькая промокашка – дочка домработницы. Это средняя. Ой, разбудили, извини. А это нянька с младшей. Жизнь в Южной Африке имеет свои особенности. Даже при невысоком доходе, то есть тысячи долларов в месяц, Белый чувствует себя абсолютно белым человеком. За 25 долларов в месяц он нанимает кухарку, уборщицу-домохозяйку, садовника, водителя и няни для ребенка. Вот жена Олега показывает, как живет у нее черная няня. У нее две комнаты, во флигеле спальня и маленькая гостиная. Нянька ужасно довольна, считает, что ей крупно повезло. Она сумела вырваться из сложных племенных пут или из сетей местного криминала. На калитке у Олега надпись «Любое проникновение – стреляем без предупреждения». То есть все как у Белого. Однако вернемся в Намибию, в ее столицу Виндхук. Это один из местных аттракционов. Самый популярный ресторан для туристов, где меню напоминает о родных краях. И дорожные указатели. До Берлина – 11 тысяч, до Москвы – 13 тысяч 70 километров. Но это, если топать по «Казер Вильгемштрассе». Ресторан с типичной немецкой кухней. Мясо, сосиски с капустой, свиные ножки неподъемных размеров. И в качестве местного добавления – знаменитое южноафриканское вино. Но о нем будет отдельная песня. А наутро со светлыми головами и ясными глазами мы вылетели из Намибии назад, в ЮАР, на самый юг континента, в Кейптаун. И пока мы летели два часа, за иллюминатором менялись одни за другим фантастические пейзажи. Прощай, Намибия, наступил новый день, а с ним и новое открытие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О кораблекрушениях возле Кейптауна и сейчас, стоя дело, будоражит людей. Волны разламывают пополам огромные танкеры и сухогрузы. Выбрасывают на берег современные рыбацкие корабли. Какими же отважными были они? Первые. Путь к мысу Доброй Надежды это 51 километр от Кейптауна, живописнейшие места. Здесь дом, построенный по заказу алмазного короля Сесиля Роца, в котором останавливался Киплинг. В городе Саймонстаун в клониальные времена располагалась самая крупная база британского королевского флота, а затем крупнейшая база НАТО. И, как ни странно, здесь же пингвины, южноафриканские. Первые пингвины, две пары, были замечены на пляже в 983 году. Сейчас их уже 726 пар. Все это благодаря тому, что был введен запрет на коммерческую ловлю рыбы и пингвинам есть чем питаться. Но в эти края мы еще вернемся. В следующее воскресенье мы будем с вами... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok